Применить к подсудимой статью 73 УПК Российской Федерации и считать наказание условным. Если ты думаешь, что если ты будешь копировать Тину во всем, ты сможешь статьей, ты ошибаешься. Должна была остановить ее. Главное, что ты со мной. Все остальное не имеет значения. Пусти, говорю! Пусти! Урод! Я тебя люблю. Все остальное прошлое. Я не хочу к нему возвращаться. Я просить вас отдавать мне рука до шута. Я буду играть назло всем. Ты не будешь играть. Я не хочу. Почему не чувствую тебя? Не ждала. И все, наверное, зря небо мало, сердце устало, но не забыла, как я любила. Почему уходят корабли? Может быть, и мы куда-то шли вместе рядом, больше не надо, но не забыла. Я ведь любил. Не люби меня нелюбимую не забыть. И душу прости мою все равно назад ничего не вернуть. Не люби меня, если сможешь ты. Я тебе оставлю свои мечты. Все равно у каждого будет свой путь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дай мне. Как она? Кто? Жизнь твоя. Из прострации выйдет? Все будет нормально. Пусть позвонишь. Кому? Дяде моему. Ты не знаешь. Лизе позвонил. Имя даже слышать не хочу. Все. Забыли. Тогда пошли. Пиво станет. Пошли, пошли, пошли. Фу. Я буду. Буду играть. Теряешь навык. Теряешь навык. Стоп. Ставим ручник. Вот так. Если Семенович не опоздает, я не знаю, что случится. Наверное, где-нибудь землетрясение произойдет. Сам вызвался. Говорит, погуляем. А ты чего сияешь, как пятак натертый? Тебе кажется, не сияет. Чего сиять-то? Повода нет никакого. Нет повода. Небось, какую-нибудь бабу новую завел. Дед, ты отстал от времени. Уже заводных баб давно не выпускает, между прочим. Радуется, радуется. Не радуйся раньше времени. Как бы плакать не пришлось бы. Дед, ну ты же ее совсем не знаешь. И знаешь что, я думаю, что это тебе точно понравится. Она такая. Вот ты напомни, какая мне из твоих баб нравилась. Вот какая, небось, опять какую-нибудь швабру пригидрольную завел. Все. Я за эти слова буду мстить тебе. Знаешь сколько? Знаешь, я тебе ни слова про нее не скажу. Во-первых, чтобы ты мучился. Вот так вот. А во-вторых? А во-вторых, чтобы ты мне все не испортил. Понял? Вот так вот. Во-первых, когда это я тебе что-то портил. А во-вторых, нужна мне твоя кралик сто лет. Вот так бы я бы сказал. Ну, бред. Тебя только за смертью посылали. Ну вот, чего стоим? Поехали. Давайте, давайте. Куда? Поехали. Так, стой. Ну подожди, подожди. Ой, Петрович. Здравствуй, Саша. Привет. Можем поговорить? Давай. Я и сам хотел поговорить. Вот, в щадящем режиме тренируешься. Инвалид войны и труда. Ты прости меня. За что? За наш последний разговор. Я не сдержался. Умеешь право. Скажи, а где ты живешь? В гостинице. Саша. Ты можешь вернуться домой. Дом, это там, где живет семья. У меня квартира. Ну, видишь, теперь эта квартира свободна. Я переезжаю жить к Вите. Мне нужен развод. Ты дашь мне развод? Иосиф Вабрамович, до вас напала минута. А, господин Гатальский, минуты не ходят, парни. Это не сапоги и не любовь. Слушаю. Ваши минуты уже пошли. Я отыграю этот последний матч. Ну, что ж, замечательно. То есть, на тебя можно положиться? Железобетон. Ага. Но это еще не все. Так. Можно мне сегодня пораньше уйти с тренировки? Ну, просто нужно кое с кем встретиться. Ага. И кое-что обсудить. Нет, нельзя. Не пущу. Только после игры. Пожалуйста, обсуждайте с кем, что хочешь. Иосиф Вабрамович, нам правда нужно отпустить. Мы все равно же бегу. Что мне с тобой делать? Люблю я тебя. Но смотри. Завтра. Да? Чтобы ни одного меча не пропустил. Да. Гранита на замке. Да. Давайте, вы реально. Давай. Ну, за арсенал. За арсенал. Светлая вам память. Типунтиан язык. Ой, никак. Да. Ну, что делать? Ну, давайте научите меня, что думать, что говорить. Разы-ка завтра не выйдет, он мне здрав не позволит. Если он вообще когда-нибудь еще выйдет. Да что ты завелся-то? Выиграют последний матч, останутся в премьерке. В конце сезона золотают дырки, подкупят игроков. Тренера толкового найдут. И всех порвут. Без жиги пролетят. Ну, как, весь сезон держались, а последний матч сольют? Ну, вот именно. Что ты вообще, что ты вообще заладил? Без жиги, без жиги. Заживо хоронишь его. Ну, да. Ну, а что делать? Сами посудите, он рисковать не станет, если ему после этого матча опять на стол к хирургу ложится. Вот ты оптимист. Если радость прям так и придет, заряжаться можно? Пожалуйста, заряжайтесь. А вы, кстати, слыхали, что Бехтерев в команду свинтил? Ой. Мало ли кто что слыхал, а я узнаю, что наши завтра выиграют. Да, и Жига выйдет на поле. И Бехтерев. Он же капитан. А капитан что, в последний момент всех подставит? Это же клеймо. Притом на всю жизнь. Потом, куда хоть не перейди. Останься тем, который всех подставил. Ну, давай поспорим на все, что угодно, что наши завтра всех порвут. Скажи мне, как? Как она могла со мной так поступить? Ты посмотри, какие ноги. Ой-ой-ой. Поехали. Не, Петрович, ты посмотри, какие ноги. Ноги, ноги. Сдались тебе эти ноги. Посмотри, какие ноги. Растут от ушей. Ну, как будто другого ничего нет. Все равно лучше Ксюши никого не может быть. Ну, что ты завел в одну и ту же пластинку? Ксюша хорошая, пригожая. Я тебя для этого в свет вывел. Чтоб ты радовался. Посмотрел на красивых женщин. А ты гундишь. Гундишь, гундишь. А как поступает настоящий друг? Вот мне хочется что-то сказать и злить себя. И друг должен выслушать. А ты ноги, ноги. Так друзья не поступают. Да. Все, погнали. Ну, что ты кипятишь-то? Да, не повезло Денису. С таким дедом общаться лучше застрелиться. Да пошел ты. С удовольствием. Только вместе с тобой. Стало быть, что мы имеем. Завтра мягкий пирожок. Ну. Тук-тук. Здрасте. Это. Если еще не все места в составе проданы, я бы завтра сыграл. Немножко. Кристина Олеговна, у нас там остались кое-какие вакансии? Ну, да. По-моему, что-то есть в нападении. Но место так себе. Да, конечно. Но я согласен, если, конечно, никто не против. Кристина Олеговна, мы не против. Пожалуйста. Пожалуйста. Но если человек так просит. Если Бехтерев просит. Дениска, ну смотри, чтобы играл завтра. Как лев. Нет, как лев обещал играть. Готальский. Да. Хорошо. Тогда, как носорог. Насколько я знаю, носорог слепой. А какой у него минус? Десять. Да. Но при его весе, это не его проблема. Смотри. Короче, Деня, завтра растопчи их всех более. Порву, как тузик, тряпку. Ну что, порадуем команду, капитан? Порадуем. Пошел. 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 Анюта, развод ты, конечно, получишь. Ты его не просто заслужила, ты его выстрадала, намучилась со мной и вспомнила, что вытворяла. Еще и уехала. Ну, перестань, даже не гулять, уехала, лечиться. Смягчающие обстоятельства. Правда, я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. У вас. Спасибо. Знаешь, я боялась, что ты будешь против. Я и был против. Ну, теперь ты уж. Ты теперь вольная птичка. Можешь сбросить колечко. Ну, я смотрю, ты уже молодец. Саша, у меня к тебе есть просьба. Ну, говори, говори. Я сегодня добрый сам себя не знаю. Ты можешь поговорить с одним человеком? Для него это очень важно. Ну, куда я едусь? Не к добру это, что Дениска выглядит таким счастливым. Конечно, не к добру. Вот, если бы Денис мучился, тебе бы это больше понравилось. Ну, что ты вот ерунду городишь, а? Ну, конечно, как всегда. Пережить не можешь, что внук счастливый. Я тебе в сотый раз говорю, что лучше Ксюши для Дениса пары нет. А я тебе не в сотый, а в последний раз говорю. Ксюша хорошая девушка, очень хорошая. Ну? Ну, если Денис ее не любит? А любит. Да, сильно любил дед своего внука и очень хотел, чтобы внучок женился без любви. Да. Ну, если Денис на самом деле влюбился, ну, ты хоть на минуту представь себе, если это девушка, не Ксюша, что тогда? Ну, как ты не можешь понять? Не любовь эта. Это... Знаешь, что это? Я-то не знаю. Отчаянно. А что ты? А-ха-ха-ха. Что? А-ха-ха. Ведь он не может забыть Ксюшу. Не может забыть. Ну, как может быть так, чтобы вот такого красавца, знаменитость, и ему отказала девушка? Ну, да. Страдает, а виду не показывает. Да он же, он вот на зло деду он новую бабу завел. Лучше бы он бы меня спросил, я бы ему сказал, как надо. Ну, да, ты бы сказал. И сказал бы. Сказал, мало ли, что у Ксюши там кто-то завелся, какой-то тип. Пойди, отбей. Ну, голову сложи. А он, как кисейная барышня, одну игрушку отняли, я лучше себе другую найду. Ну, разве мы такими были, Семенович? Ну, что ты сравниваешь, а? Поехали. Он осмотрелся на красивых женщин. Отдыхать пора. Аккуратнее здесь. Зачем? Я ж дома еще. Ну, сколько уже лет? Прокисло. Да и слез накапывал. Наверное, грач. Пошел. Не занято? Садись. Ничего не звонила? Да, но дела. Может быть, правда, что все бабы-стервы? Глупости. Бред. Ты-то откуда знаешь? Теоретик. Ну, ну, теперь в нашей команде никакого бабья. От них, ни на корабле, ни на несчастье. И вообще, везде. Ни больше слизывания, никогда ничего. И это правильно. Чего нам так долго голову морочено? Причем всем. Ну, да. Ну, все, давайте за нас, без всяких там лис. Да. Может, за это вообще? Надо пить, не чокаюсь. Спасибо. Витя, ходишь, я выйду. Ну, что-то у нас от тебя сигаретов нет. Правда, Витя? Ваня, подожди в коридоре, пожалуйста. Ничего, как нога. Нога, как нога. Сгибается, разгибается. Про вторую рассказать? Нельзя, не сам. Я, я сам, меньше всего хотел, чтобы получилось так, как получилось. Думал, приедешь, расскажу все, и ты пойми, что... Я все понял. Я же сам не знал, а ты, я же тебя попросил, чтобы Танечке помог. Ты, как настоящий друг, просьбу не просто выполнил, а перевыполнил. Что я могу сказать? Большое тебе человеческое спасибо. Ну, тогда и тебе спасибо. Очень вовремя Анюту оттолкнул. Да ты ведь не любила никогда. Про верность я вообще молчу. Да. А были лучшими друзьями. Уже были? И последний пункт. А, вратарь. Гатальский. А Жигулев? А почему не... А Жигулев? А что такое? Что случилось? Тренируется, как зверя, а даже в запас не попал. Пожалуйста, успокойтесь. Кристина Олеговна, если завтра Жигулев не сыграет, это будет неправильно. Где справедливость-то? Я сейчас вам все объясню. Да не надо ничего объяснять. Ставьте Жигу и все. Жигу ставьте! А с чего это вы с Аней взяли, что я понять вас не могу? Ну, любите друг друга, и прекрасно. Я вот тоже люблю одну. Да, да. Просто как-то принять это сложно все. Как-то так, друг. у меня вдруг не было. Я Анечку полюбил, когда тебя еще в команде не было. А пока думал, как мне подкатить, ты меня уже обскакал. И ты все это время... А что тут странно? Жена лучшего друга это святое. Что было делать? Что было делать? Сидеть в засаде, ждать, пока друг уедет в Германию. Я такой шелтан. Слушай, а может, ты не любишь Анечку, а так, жалеешь? Ты же у нас жалостливый. А сейчас я тебя не пожалею, всерьез пошли. И вскоре не приду. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Ну и как ты вошел? Ну и что тебе надо? А ты разве не догадываешься? Ты? Вадик, ты перешел со мной на ты? Это интересно. Я надеюсь, что тебе, Санечка, повезет больше. Главное, будь поспокойней. Не обижай ее. Натерпелась она со мной. Вот тебя-то мы спросить и забыли. Ну что ж, я рад, что мы вспомнили друг друга. Ну а что там с бывшими друзьями, а? Слушай, мне больно, тебе еще кое-что сказать, мне больно согласен. Что еще? Отойди, отойди, я притягиваю неприятности, они сбудутся. Оттягивай, давай приятности, значит смотри. Коломеец назначил меня вторым тренером. Иди ты. Да, Ломова не против, и завтра первая игра. Я тебя поздравляю. Скоро придется общаться с тобой только по имени-отчеству. Да, самым не заболонишь. Да. А меня Ломова опять не хочет ставить на игру. Слушай, ну, может в нынешней ситуации там я права, с нашкой тупой. Да. Ну я не знал. Сань, хочешь, я завтра пойду к ней в кабинет и скажу? Все. Не надо. Мне не поможешь, себе навредишь, не надо. А я все равно не сдамся, ты же меня знаешь. Да, я сама огорчена не меньше, чем вы. Но Жигулев пока не восстановился. Даже в такой сложной ситуации рисковать им мы не можем. Да, я понимаю, что завтрашняя игра очень важна и от нее зависит многое. Но если Жигулев выйдет на поле и не дай бог что-нибудь случится с его ногой, вы сами понимаете, что для него футбол закроется навсегда. Просто поставьте себя на его место. А пусть Жигулев сам решит, сможет он играть или нет. Ведь у него опыта на всех нас хватит. А как себя чувствует, это лучше ему знать. Никакой доктор этого не знает. Да для него эта игра важнее даже, чем для всего клуба. Пускай выйдет хотя бы ненадолго. фанаты его поддержат. Это лучшее лекарство. Ты, конечно, не супер! у кого-то есть другие мнения. Ну что ж, я все поняла. Будем думать. Ну ты сравнил. Тогда в команде не было Бехтерева. Готальца только начинал. А самое главное не было и Жиги. Да ладно, его и сейчас, считай, нет. Так он только по бумажкам числится. Ну, Ладь, не скажи. Он может выйти, стоять в столбом, ничего не делать. Вся команда будет бегать, как ошпарина. Ты вспомни, когда он только что приехал. Вышел на поле, когда уже два гола пропустил. В выпадении все из ног валится. А он за 15 минут все наладил. Стали бегать по-умному. Да-да. Как будто они футболисты. Нет, нормально. Мы тут сидим за футболистов, решаем. Как будто у нас своих дел нет. Кто будет на трибуну подтягиваться? Ну, не знаю. Мы тут с ребятами думали. Кто-то уже женился, остепнился, кто-то породил кого-то. В общем, положиться особо не на кого. Главная гвардия это осталось. У нас никогда особо много народа то не было. Ведь главное не количество, а качество. ну, кстати, может, туда. Не так. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Откуда у тебя душа-то? Старший лейтенант Коровин, предъявите, пожалуйста, ваши документы. Дома забыл, очень спешил. Да и куда, если не секрет? Секрет. Это мое дело. Чего это вы нервничаете? Отвечайте на вопросы. Я не нервничаю. Просто считаю, что отвечать необязательно. Стоять. Да я к следователю Ворожейкиной. Но вот если вы к следователю Ворожейкиной, тогда предъявите повестку. Да нет у меня никакой повестки. Я сам по себе. К следователям сами по себе не ходят. У тебя нос холодный. Ну и что теперь? Что теперь? Пойдешь в машину, будешь ждать. Греться. А я пойду с Ломой разговаривать. Надо, чтобы Соня на поле все-таки выпустила. Ну как же иначе? У меня у футбола-то все. А что друзья тогда? Зачем они нужны? Ну, врачи сказали, что Саше еще не совсем. Врачи все время говорят, что у вас не совсем. У вас то больное, то не здоровое. Вы умеешь бы говорить. Главное, что Саня говорит. Ну, рентген же показал, что... Что? Душу же он показать не может, этот рентген. Ты пойми, если Саня сейчас на поле не выйдет, все, как футболист он был, кончился. Столько страдать, мучиться, терпеть. Не, я, конечно, согласен. Здоровье это очень рискованно. Ну, а когда он не рисковал? Он же все время в омут с головой. Сейчас так смотришь на меня. Люблю тебя, правда. Я больше. Пойдем в машину греться. Пойдем. Ты самая лучшая у меня. Давай ты меня в машину. Подожди. Тебе не надо говорить с Тиной. Во-первых, это не поможет. А во-вторых, я знаю способ лучше. Вы можете со мной не разговаривать. Вы можете вообще сделать вид, что вы не знакомы, я. Я прошу у вас прощения. И даже не важно, простите вы меня или нет. Главное, что я это сказала. Я очень-очень виновата перед вами. Я не хотела никого обижать или подставлять. Я просто не разобралась в себе. Я вас всех очень... Очень хорошо к вам ко всем отношусь. Вы замечательные друзья. Я вам... Очень-очень счастлива. Что вы появились в моей жизни. Я говорю за себя. Мне такая дружба не нужна. Ни у кого не доволю решать сами. Ну... Все уже решили. Извини. Ну, что ж вы, зендики-то, такие надутые. Давай их сейчас не нужно. Начнется. Плохих птичек знает. К тебе лучше уйти. Или уйдет с мартином. Спасибо. Я не понимаю. Нет, может быть, я вообще перестал что-нибудь понимать. Простите. Почему вы не хотите поставить... Жигулеву на игру? Йосиф Абрамович, вы и меня удивляете. Да. Вообще-то я всегда считала вас чутким и очень опытным. А еще в придачу замечательным психологом. Да. Допустим. А чем прогневил ваше высочество, простите? Хотите сказать, не понимаете? Не понимаю. А вы можете мне объяснить, почему все так хотят, чтобы Жигулев вышел играть? Неужели они не понимают, что у него травмы, и причем страшные? Кристина Олеговна! Это футбол. Это не шахматы, не шашки. Даже не скачки. Да, у нас бывают травмы. И не дай бог вам увидеть настоящие травмы в футболе. Вы поймите, что там должен быть воин. И когда он с мечом, он не видит ничего. И за ним идут, понимаете, войска. И вот тогда он воин, и его любят, уважают. И за ним идут. А Жигулев, ну что я могу сказать? У него гордыня. Но Жигулев, когда вы его поставите в состав, он выйдет на поле. Он умрет за всех и пойдет со всеми умирать. Понимаете? Но я не хочу, чтобы он умирал. Я тоже не хочу. У нас нет выбора. Мы должны это сделать. На крови, на костях, на разрыв аорты. Но мы должны победить. Я сама волновата. Сама. Не могу я. Не могу я быть счастливой. Все. Ещё одна страница перевёрнута. Ну, чего вы вцепились, как клещи? Отпустите, я ещё пока не падаю. Вот именно, что пока. Ты что, русского языка не понимаешь? Понимал, пока вас не встретил. Бумажку покажи. Чего ты сюда пришёл? Кто ты вообще такой? А ты чего, телевизор не смотришь? Газет не читаешь? Слушай, а ты случайно не вратарь из арсенала? Может, ты милиционер случайно, а к арсеналу на дурачка не примариваешься? Вот опять хамит. А что ты удивляешься? Футболисты вообще народ грубый. Ладно, давай вратарь, топай отсюда. Иди тренируйся, а то гол пропустишь между ног. Пока не получалось. А тренироваться я буду после того, как сюда войду. Нет, без документов не войдёшь. Да я вижу, что всё без толку. Ладно, вам не понять. Ладно. Так, всё, он меня достал. Давай вызывай наших. Нужно узнать, что он с прокуратурой делился. Вы что, придурки? Я же вам русским языком говорю. К следователю ворожейке. К следователю? Тебе ещё рано. Тебя туда отведут. Давай, Миша. Вот придурки. Учились в школе для умственно-отсталых детей. По два года на каждый класс. Папа, пожалуйста. Нам с Кристиной надо поговорить. Анна, ты не дома. Ты находишься в кабинете Кристины Олеговны. Здесь только она решает. Понимаешь? Только она с кем, когда, о чём говорить. Иосиф Абрамович, ничего, вы не беспокойтесь. Кристина Олеговна, у нас, кстати, очень много дел на сегодня, между прочим. Ненадолго, Иосиф Абрамович. Только о самом главном. Я попросила у Саши развод. Он согласился. Потому что любит тебя. А я люблю Витю Головачёву. И он меня тоже любит. Уже давно, представляешь? Молчал, даже вида не подавал. А недавно признался. И вся жизнь перевернулась. Так что не переживай, я на вас, Саши, зла не держу. Вы не виноваты в том, что любите друг друга, правда? А я искренне желаю вам счастья. Теперь можно не прятаться ото всех. Что ты? Теперь у вас всё будет хорошо. Нет, Аня. Не будет. Ну, я говорю, будет. Вы поссорились. Подумаешь? Ругались вдрызг. И навсегда. Так я тебе и поверила. Из-за чего это? Вдрызг и навсегда? Из-за футбола. Послушай, послушай. Прокофьев. Любовь к трем апельсинам. Мне эта музыка совсем не нравится. Мне нравится любовь к трем лимонам. Баксов, конечно. А то же мне морку слушать придётся. А эта музыка мне совсем не по душе. Ну, что делать будем? Что делать будем? Хороший вопрос. А сам ты как думаешь? Я поручил тебе сделать дело. Ты его сделал? Нет, Шкурко. Ты облажался. Вот сам облажался, сам и выкручивайся. А если меня прижмут, я ведь могу рассказать, кто меня и зачем в Германию послал. Как ты думаешь, скостят мне срок за помощь следствию? А докажешь? Докажу. Ага. Значит, твоё слово против слова Ломова. И думаешь, поверят, что я какого-то украинского мальчика заказал. Пошёл вон, пока я добрый. Ломова. Урод. Мы сговорились все, что ли? Сначала команда, потом твой отец, теперь ты. Почему вы все хотите, чтобы Жигулёв вышел играть? Вы что, не понимаете, что у него серьёзная травма? У меня такое впечатление, что я одна за него переживаю. А Саша что говорит? Рвётся на поле. Вот видишь, не надо спасать человека, если он сам этого не хочет. Для Саши футбол, это жизнь. Если б я раньше это понимала. Мужчинам нужно иногда совершать безумства, глупости. Но кроме футбола, есть же в жизни и другие вещи. для Жигулёва нет. А ты это понимаешь, да? Тогда отпусти его. Пусть играет. Тебе сейчас это ничего не напоминает? Я тебя успокаивала. Теперь ты меня. Я не могу просто так сидеть и смотреть, что его просто вынесут с поля. Ань, как будь? Все будет хорошо. Привыкай. У жен футболистов такая судьба. Спасибо тебе. Прости меня, пожалуйста. Прости меня за всё. И ты меня прости. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»